всем привет вы на канале страна для жизни перед началом выпуска хотел бы напомнить о том что стоит сделать для продвижения видео в топ подписка лайк комментарий ведь вместе мы делаем огромную работу итак сразу к новостям сегодня каратели задержали главу объединенной гражданской партии николая козлова об этом сообщил в фейсбуке политик анатолий лебедька причина задержания козлова неизвестна по информации лебедька каратели пришли и к другим членам партии в 7 утра задержали главу минской организации огп оксана алексееву напомню в августе 2021 года суд приговорил козлова к трём месяцам ареста по обвинению в разглашении данных следствия по уголовному делу координационного совета в конце декабря он начал отбывать сроки освободился в марте в борисове закрыли типографию за бчб расцветку помещения бандиты в погонах совершили налет на частную типографию заставили владельцев записать покаянное видео на это тут же отреагировал обезумевший от своей безнаказанности пропагандист озаренок призвавший отстреливать таких гнид какой-то момент в стране появилось огромное количество дикарей решающих кому быть а кому нет в кубринском районе бригадир фермы так увлеклась подлогом что в итоге ей пришлось отправить на завод под видом молока воду женщина больше года вносила заведомо ложную информацию ведомости учета молока иногда она делала это сама иногда с помощью и п за это время производства и продажи молока на бумаге были на 8 тонн больше чем в реальности чтобы погасить задолженность перед молокозаводом она с помощью и п отгрузила на производство более 6 тонн воды хотя должна была отправить молоко причиненную ущерб в размере 6 тысяч белорусских рублей бригадир и п возместили добровольно так называемый суд признал бригадира фермы виновной в служебном подлоге ее приговорили к двум годам ограничения свободы без направлений в исправительное учреждение открытого типа индивидуальный предприниматель получил три года ограничения свободы и штраф полторы тысячи рублей его признали виновным в пособничестве в служебном подлоге как белорусские студенты могут продолжить образование в чехии офис светланы тихановской в сотрудничестве с белорусской диаспорой в чехии продолжает помогать белорусскому студенчеству официальная представительницы белорусского нацменьшинства кристина шиенок и елена тиханович вместе с объединением белорусского студенчества чехии встречаются с руководителями чешских университетов где есть так называемые критические специальности на которых запрещают учиться белорусам встречи уже состоялись с ректорами крупнейшего в чехии технологического университета и крупнейшего чешского химического университета они договорились что университеты будут принимать гарантийные письма подписанные представителями нацменьшинства для получения такого письма студенты проходят верификацию что они не являются сотрудниками силовых структур и не собираются работать на благо режимов Лукашенко или Путина. Договоренности, достигнутые по белорусским студентам и студенткам, закреплены в пресс-релизах на сайтах пражских университетов. Верификация студентов происходит через белорусские демократические структуры, включая байпол. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке с учетом ряда факторов. Молодежь не хочет идти в каратели. В вузах силовиков серьезный недобор абитуриентов. Конкурс всего полчеловека на место. И это при всех преференциях. Видимо, перспектива превратиться из человека в пса режима, а позже в пушечное мясо и разменную монету усатого воеводы не прельщает молодых людей. Битва за урожай в цифрах. В результате работы так называемых рейдовых групп по стране выявлено более 200 нетрезвых работников колхозов. Из них почти 50 это сторожа. Так называемые милиционеры изъяли свыше 9 тонн похищенных ГСМ, 29 тонн комбикорма и более 2 тонн зерна. В отдельных случаях объемы похищенного впечатляют. Вот, например, в Гродненской области у водителя СПУ изъяли свыше 22 тонн комбикорма и 650 литров окрашенного дистоплива. А на Могилевщине в свою очередь задержали группу, похитившую с птицефабрики 600 литров химикатов и 3,5 тонн комбикорма. Белорусских рублей напечатано почти на 40% больше, чем есть золотовалютных резервов. Белорусская рублевая денежная масса достигла рекордного значения в 10,371 миллиардов долларов. При том, что золотовалютный резерв составляет 7,56 миллиардов долларов и продолжает сокращаться. Неужели нас ждет девальвация? С одной стороны, если белорусы побегут массово покупать доллары, то девальвации не миновать. При текущем курсе удовлетворить высокий спрос будет просто нечем. Курс придется опускать как минимум до 3,5 рублей за доллар. С другой стороны, у белорусов не так много свободных денег из-за высоких цен и уровня доходов, чтобы откладывать их в долларах. Но есть фактор, который может все изменить. Когда же белорусы побегут массово скупать сахар, гречку, тушенку и доллары? Ответ прост. Когда усатый подполковник решит стать генералом и втянет войну не только белорусскую землю, но и белорусскую армию. И тогда рубль рухнет. Правда, валютно-обменной операцией можно будет просто запретить, заморозить вклады и вообще что угодно списать на войну. И во всем обвинить Запад. Усатый историк-экономист так и сделает, а потом скажет, что во всем виноват народец. Ведь такое уже было. На этом все. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень важно для продвижения видео в топ. Слава Украине! Живей Беларусь!